Добрый вечер, мои дорогие! Я вам так рада! Сегодня просто неожиданно делаю идут. Думала, сегодня ничего не буду делать. И вообще, вот знаете, вечером прямо на меня вот так напало. Муж говорит, ты что это делаешь? Опять что-то делать собираешься? Я говорю, еще не знаю, еще не знаю. А когда уже это самое... Все поставила, он уже понял. Вот знаете, как-то просто вот чего-то хочется. Наверное, чего хочется того, что я все-таки до конца все вещи переберу. И потом я успокоюсь, да. Потому что очень много я понаходила вещей, которые я даже не знала где. Кстати, я украшение одну коробку куда-то потеряла. Вот я ее не нашла. Но я все углы их, короче, перемыла везде. Все нашла, все коробки свои нашла. У меня еще проблема, нужно блузки все отсортировать. Я еще их не отсортировала. Но я вам покажу еще блузки, которые у меня есть. Которые, даже некоторые еще, которые мне очень нравятся. И которые я уже не знаю, что с ними делать. Кому интересно, мы же любим такое все смотреть. Девочки, да? Поехали. Всех люблю, всех целую. Я уже говорила, говорила, да? Всех люблю и всех целую. Я сейчас выпью чуть-чуть чаю. Пока я что-то делаю, я всегда пить хочу. Каждый раз это объясняю. Я вообще-то могу... Хотела я вообще-то этот ободок посадить, да? Но что-то я его забыла. Вот видите? Все. Марка из деревни. Короче, я его забыла. Я хотела. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Вот эту блузу. Ну, это... Викуля, Викуля, ты сказала, что у меня они летние блузы, да? Топы я потом еще найду и покажу, какие у меня топы есть. Ну, эти блузы мы сейчас носим. То есть, эти блузы еще весной, в общем, когда прохладно, летом. У нас же не в Турции, да? Это все можно носить. Вот эту блузу я еще хочу. Хотя вот эти все сейчас уже перебили все это. Но это еще очень мне нравится. С таким вот рукавом, да? То есть, я ее буду носить. Мне она нравится. У нее очень хороший плотный материал. Она... Я ее тоже ждала, когда ее уценят. У нее тут пуговички, в общем... Она очень красивая. Мне она очень нравится. Я ее на выпуск носила. Вот с такими тоже весюльками, с сережками. Еще с длинными такими. С узкими брюками черными. С черной толстой подошвой. Вот. С джинсом она тоже, но с черным очень хорошо. С контрастом. С пальтом, с голубым. Ну, с такими вещами. Ну, это блуза от Веру Муда. Да нет, от Писос. Это блуза от Писос. Я думаю, что я эту блузу буду еще носить. Она такая шифоновая. Потому что с маленькими фонариками я ее в прошлом году хорошо носила. Ну, сейчас уже это самое. Все равно я еще ее буду носить. Она мне нравится. Она от Онлай. Марка. Вот такая джинсовая. То есть вот такая вот. Тоже хорошая. То есть я ее еще не выброшу. Да? У нее цвет еще такой светлый, тоже интересный. Ну, это у меня сейчас фаворит, да? Такой немножко Байан стиль. Как в этом. Октоберфест. Но сейчас модно. Блузу вот не знаю. Так ее люблю. Но куда ее девать, еще и даже не знаю. То есть я ее еще... Я ее люблю все еще. Это тоже фатчинем блуза. И, наверное, все-таки ее еще не выброшу. Не уберу. Я ее еще буду... Я ее носила, в общем-то, еще очень. Ну, если оборки еще уметь. Цвет мне нравится, в общем. Ее буду еще носить. У меня все разные, да? Мне еще, чтобы одинаковые повесить-то, для этого мне надо время. Я не такая. Эта блуза тоже хачаная. У нее есть еще подкладочка. Она, кстати, лежит. Вот я сегодня ее видела. У нее тут стоечка, кнопочки. И она стоила 39 евро, по-моему. Тут у нее вот такие маленькие детальки. В общем, она мне нравится. Кстати, вот эти светлые блузки я мерила. И я сделаю внизу ссылку. Туда можете нажать и посмотреть. Когда я белые блузки мерила, все. И я была еще худенькая. Это была до соды. Не такая вот, как сейчас, да? Я была худенькая. В прошлом году в это время я уже была худенькая. Я начала в апрель соду пить. И я уже в это время была худенькая. Но еще худее стала еще в июне и июле. Фотограф... Ну, видео это с августом. Вот. Или с сентября. Можете посмотреть эти блузки все одетыми. Но не цветные, да? Вот эти белые. Там еще есть тоже видосы, лукбуки с цветными, по-моему. Что-то я не помню. Но вот это внизу, внизу скроллить долго. Поэтому я вот эти белые блузки внизу ссылку, да, поставлю. Я ее еще не выброшу, потому что это тоже еще актуально. У меня еще будет настроение на нее. Не всегда на нее было настроение. Видите, на них нет бирок, потому что я их очень хорошо носила. Вот эту тоже не могу отдать. Боже мой, я ее не могу отдать. Эту блузку все раскупили сразу. Она такая маленькая. Тут такие пуговички хорошенькие. Она вообще прелесть. И я ее уже ношу два года, да? Два года я ее ношу. И я ее обожаю. И она у меня все еще эта самая фавориток, да? С джинсом совсем. Ну, она вообще классно смотрится. С черным можно, можно пастель с черным носить. Это как контраст. Тоже красиво, да? Обожаю, обожаю. У нее такой двойной шифон тут. Она коротенькая. Ну, не такая коротенькая. В общем, ее цену я ее заправляю иногда, пускай. Такая тоненькая от Mango. И ее еще, конечно, тоже нет. Но там есть блузки под вопросом. Я их потом покажу. Вот. Это от Mango. У нее тоже нет цены. Я ее тоже обожаю еще. Она очень тонкая. Она из очень тонкого батиста. И у нее мне нравятся тоже рукава. Такие обалденные. С такими деталями. Гляньте. С этим. И с оборкой тут. Так что это все еще носибельно. Это блузка из Toys Hachinem. Она из батисты. У нее такие завязочки. Ее очень хорошо заправляют джинсы. Мне она нравится. Но я ее не знаю, буду ли я ее носить. Потому что у меня такого типажа уже много. И, в общем, я не знаю. Но она мне очень нравилась. У меня из этой ткани тоже платье есть. Вот такое вот многоярусное. Тут блузка. Вот эта вот блузка, я не знаю. Я положу сюда. Я эти блузки уже одевала в видео. Поэтому эту блузочку я обожаю. Вот надо ее вывернуть, да? Эту блузочку я обожаю. И я ее купила в прошлом году в Hachinem. И я ее очень хотела. То есть я и опять за ней гонялась. Ее все покупали. Она была прямо вот в таком. Блогеры все ее покупали. Ну, я смотрю всегда западных блогеров. Русских я еще пока толком не смотрю. Там есть некоторые, но... Одна. Такая блузка, да? Мне очень нравится это все решение. Все эти истории, в общем. Это раздел белые блузки. Я, кстати, вот в этом видео мерила. Я от Mango. Нет, это не от Mango. Это блуза от Teliwell. Мне очень нравятся эти красные полоски. Вот такой вот рукав. Гляньте, какой рукав классный. Вот. С этой блузой еще... Вот знаете, вот такое вот, как с коровьей седлой. И выкинуть жалко, потому что рукава интересные. И уже блузок много. Но я ее носила с удовольствием. Цены нет. Цены нет. Но я и ношу из цены. Это от Esprit. Ну, это как... Это не блузка. Это как трикотаж и половина блузки, понимаете? Вот. Это от Esprit. Да. Esprit, но Esprit у них американские размеры. Они большие. То есть, если когда Esprit берете, это как M. Ну, сюда нужно вот такое. У меня еще и какая-то повязка есть. Здесь она на эту самую красную тоже подходит. Где-то лежит. В общем, еще, наверное, буду носить. Иногда бывает настроение на что-то маритинное. Ну, не часто, но бывает. Тем более, тут все любят маритинное. Поэтому я не очень люблю. Когда все что-то делают, я их не люблю. Эту блузку, вот это тоже как коровье седло, да? Как коровье седло, я не знаю. Я, в общем, ее так хотела, так хотела, когда увидела. Мне все эти полоски красные, прям обожаю. Так ее хотела. Так за ней, это самое, следила. И все-таки я ее купила. У нее такая стоечка, она вообще такая прелестная. Носила я ее, носила я ее вот так вот. Вот, она очень хорошо смотрелась, вот так вот, да? С этими, с джинсами, как это называется по-русски? Ну, вот такие джинсы на лямочках, да? И с красными, с красными лаковыми туфельками от Тамарис. Они на сплошной. Вот, мне это так нравилось, этот стиль. Ну, я не знаю, буду я ее носить или нет. Латс Хозе называется здесь. Я не знаю, как это по-русски называется. Джинсы на лямках. Его тоже в видосе показывала. Осенью, по-моему, да? Тоже H&M, тоже белая. Конечно, я ее пока не выброшу. Вот. Она еще есть, по-моему, в интернете. Многие блузки, которые я, кстати, показываю, они есть во мной. Ну, ничего, хорошенькая. Я ее мерила, одевала, в общем. И носила уже, и видосик это. Одевала и мерила, раз. Спил. Ой, ну, это я не знаю. Вот эта вот блузка, я ее, наверное, выброшу. Сейчас опять-таки начали блузки делать. И вы знаете, она у меня тут висит. И цвет вроде, из-за цвета она у меня еще лежит. Но тоже вопрос, да? Конечно, интересный. Это у меня блузка под вопросом. Я ее, конечно, еще не выброшу, потому что ее сейчас хорошо как куртку носить. И как блузу можно было. Сейчас просто накину и пошел. Эту я не выкину. Это тоже H&M. Там она из Funchius. Она стоила 30 евро. Я ее купила за 17. Еще цена висит. А я ее уже одевала с ценой. Да. Ну, там лен, примесь. Она очень плотная. В общем, это я, конечно. Потому что ей надо сосредотачиваться. Ума не хватает, да? Ума не хватает. Так. Эта блуза, да. Эта блуза, это блуза плессированная. И она мне не понравилась в интернете. А что-то я ее взяла и померила. И вы знаете, когда я ее померила, мне очень даже понравилось. Ее можно на выпуск носить. И можно ее хорошо в джинсы заправлять, да? Ну, ее можно и с другим цветом носить. Ну, почему я говорю джинсы? Потому что джинсы это самое универсальное. Оно подходит ко всем цветам. Одел и пшел. В общем, ее я не выброшу. Тем более, она... Вот эту я очень любила. Это хэджинэм. Вот с такими вот испанскими рукавами. Красная. Ну, вот тоже, не знаю. Я ее прям так обожала. Я ее с джинсами и с блестящими сандалями носила. Вообще, было здорово так. Ну, не знаю. Тоже под вопросом. Как вы думаете? Красная. Это от Веромода. Влезу ли я в нее, не знаю. Я надеюсь, я похудею. Эска. Вы знаете, я свой видос, который я внизу... Как сказать по-русски? Ну, сначала говорила, сейчас уже забыла слово. Ну, которое я снизу поставила, скопировала. Я на него посмотрела. А почему я на него посмотрела? Кстати, мне написала Диастуэт, привет. Она мне сказала, а ты блузки показала, так ты их примерь. А вы знаете, как сложно? Я еще не дарыла совсем. Как мне это все сложно мерить? И я подумала, дай-ка я этот видос посмотрю. Там же я где-то мерила. Я на себя посмотрела, я там такая худенькая. А мне казалось, что я так полная. Представляете, а что сейчас случилось? Я так посмотрела, посмотрела и думаю, ой, мне надо опять такой становиться. Кому интересно, какая я была худенькая, посмотрите. Если интересно. В общем, вот это в то время куплено, да? Ну, это осенью или летом куплено. Веромода. И это вот такое, вот знаете, оно спереди вот так. Не как в 80-х, сзади было в 80-х не такое носили. Нет, это перед, а вот это вот сзади. А сзади так. Ну, мне кажется, я уже жирновастенькая для этой вещи. Ну, я ее оставлю. Пила зимой, по-моему. Тоже в видосе показывала. Ой, я ее так ждала, когда же ее уценят. Вы знаете, она была еще и черная, мне же еще и черную хотелось. Но я потом думаю, надо себя сдерживать. В общем, я купила в белой. Она стоила 45 евро, 46, 45,99. И я за нее, конечно, 46 евро платить не стану. Я за нее заплатила 20. Цена еще болтается. Но я уже ее одевала. Вот. Где-то я ее в видосе тоже мерила. Я обожаю. И вообще все эти рюшки, брюшки обожаю. Обожаю, обожаю, обожаю. Я вам показывала в прошлом видео в черно-белом. У меня была такая черная. Она у меня же есть не красная. Она есть в интернете, кстати. Онлайн, уцененная. Обожаю. Вот эту вот я никуда не брошу. Это вообще классная. С блю джинс на лето, да? Вообще обалденно. Я это буду еще с удовольствием носить. Поэтому вот это или это, я, конечно, это возьму. Это вот тоже хайджинэм, да? Купила так на осень. Иногда бывает настроение, а денешь и летом. Ну, летом, когда прохладно или весной. Вот когда настроение разное. Бывает, вот ты просыпаешься, у тебя настроение на что-то. Это всегда так. Вечером ты даже не знаешь, что-то завтра будет. Я читала, что мы просыпаемся новым человеком, потому что наши клетки полностью восстанавливаются. Ну, что-то в неделю они полностью, ну, штуки-штуки-штуки, так, потихоньку они, в общем, меняются. Поэтому у нас другие настроения, другие желания, другие мысли. Мысли вообще не все от нас. Некоторые мысли от кого-то другого. Эта блузка, ой, знаете, она такая классная, в общем. Эта блузка, я ее тоже в каком-то видосе внизу мерила, одевала с вещами. Можно ее по-деловому носить, но можно ее и не по-деловому носить. То есть, что-то лежа, одеть туда джинсы, шлепки как-то, соломенную эту самую, всю сумку можно. Как хотите, можно ее по-маритинному, можно ее по-деловому, с черным портфелем. Как хотите, ну, обожаю. Кстати, я ее купила, я ее посла. Посла-посла, потом забыла. У меня такой, но она была недорогая. Она стоила 24, я уже 2 евро купила. Я еще видос где-то снимала, где я пошла в магазин и деньги забыла. У меня было в кармане, по-моему, 30 евро. Я купила джинсовую куртку, эту блузку и еще трое украшений. Они вообще были, по-моему, за 50 центов или что. Такая счастливая пришла, деньги забыла, но кое-что-то купила. Портмония не было, я 30 евро взяла, которые были. И все, в руку, в карман-то, в сумку. Мода, тоже носила. Вы знаете, у меня есть такое украшение, у меня есть такая бархатная веревочка. Тоже от Хачинем. И я ее иногда сюда завязываю бантом. Вот так. Длинная такая, но украшение как чокая, да? Но она длинная, чтобы завязывать. Очень даже здорово. Можно так, но можно, конечно, и не так. Блузу обожаю. Черные огромные очки. Как у Бекхэм. Но сейчас тут очков нет. Вот так вот смотрится. Это как шёрт, майка, но я ее тоже люблю. Цвет обалденный. Это Вера Мода. Это тоже для меня как, ну как, майка. У меня блуза, это тоже, она уже без цены вся, уже такая ношеная-ношеная. Вера Мода. Вот. У нее тут такой узел. Мне это очень нравилось. Мне нравятся эти полоски. Этих полосок у меня не знаю сколько. У меня пиджак есть с такими полосками зеленый. Блузка есть. У меня есть двое брюк. По-моему, вот с такими зелеными полосками. Я не знаю. Что-то у меня одно время мне все на зеленые полоски тянуло. Я вот это тоже не знаю. Буду я носить. Но вы знаете что? Вот кто-то говорил. Где-то я с кем... Вот у меня еще штаны. Это тоже от Вера Мода. Это можно как комбинезон носить. Я носила по отдельности. Можно и вместе. То есть будет комбинезон. Если пояс. Наверное, я еще это буду носить. Вот такие штаны. Я это все выкопала и очень рада. Она тоже посла. Так хотела. Купила. Жила, когда ее ценят. Она что-то стоила 40 евро. 39,90 что-то. И, знаете, я ее так любила. Носила тоже с джинсами, со спадрильями. И с красной сумочкой. Прямо красная. С этим, наверное, голубым, да. И соломенная обувь. Такое все. И у меня... Я специально еще сережки к этому купила. Я их как-то показывала. В украшениях. Сейчас не знаю, где эта коробка с этим украшением. Сережки специально с этой блузой купила. Такого же цвета. Такие висюльки. Вот. Это я любила носила. Но вы знаете, сейчас эти все новые тренды. И я не знаю. У меня вопрос. Буду я ее носить? Не буду. Вот это тоже. Глузка под вопросом. Это вообще вышиванка, да? Украинцы, смотрите. Это из льна. Вышиванка из льна. Тоже хайджине. Длинная. Я ее так и на выпуск носила. И засовывала в джинсы. У меня в инстаграме какие-то фотографии есть на работе. В общем, я так выглядела на раз-два. И на выпуск тоже носила. Не знаю. Вот вопрос тоже. Она такая. Она очень сильно вышита. Очень плотно. Качество у нее хорошее. Ее можно сто лет носить, эту рубаху. Вот я тоже не знаю. Кто что скажет. Я не знаю. Как вы думаете? Будем мы вышиванки носить или нет? Я вчера прочитала в интернете, что в Украине был день вышиванок. Даже не знала. Так интересно. День вышиванок. Здесь тоже надо какой-нибудь день устроить. Но тут и так много дней. День чего бы здесь устроили. Эта блузка, она... Ну, ее можно весной носить. Она цветастая, правильно? И то, что она еще трендовая. То есть я ее, конечно, оставлю. Ну, я ее и так и зимой носила. Это сейчас не та блузка, которую я выкопала. Я ее зимой носила. И я ее купила, кстати, с зеленой замшевой курткой тоже. Это все в одной коллекции было от Веру Мота. Зеленая замшевая куртка такого же цвета висит там. С замочками. Я ее тоже одевала, по-моему, уже зеленая. Ну, эту я, конечно, не выброшу. Цветочки-то в моте и вот эти вот все-всякие такие штучки, да. Это, кстати, я тоже ее уценили. И она что-то очень дорого стоила. Я что-то очень... Я что-то купила. Знаю, что это такие. Мне понравился цвет. Вот камера не показывает этот цвет. Цвет вообще вишневый, темный. И вот эти фонарики, вот эти блузки в Хоун Эмин такие, знаете, шерты-майки есть сейчас. Они были в зеленом, кстати, сейчас продали. В разных цветах. В синим тоже. Ну, вот это я купила, да, я не знаю. На самом деле мне вот такой цвет всегда шел. А сейчас то ли я постарела, мне вот темно-вишневый уже как-то не идет. Вот тоже. Что-то с этим цветом маюсь. А ведь это был у меня самый любимый цвет раньше. Ну, это тоже такая стадия вопроса. Это тоже я носила. Это от Веру Мода. Или что? Или онлайн? Онлайн. У меня их две. Черная и белая. Вот она такая короткая. Это очень модно. Сейчас еще модно с фонариками. Ну, это из прошлого года. Она вот такая. Мне это очень нравится. Это трикотаж. Очень плотная. И подкладка тут. В общем, это очень удобно ко всяким разным штанам. Вот таким вот широким штанам. Ну, к чему угодно. Черно-белая, она уже ко всему подходит. Ее бы погладить. Какой позор. Но я же не погладила еще. Мне погладить надо. Я ее обожаю. Вот эту блузку. Это Хэджинэм. Она еще есть там. Кстати, она вонлайн стоит 17 евро. Уцененная. Я ее тоже для 17 евро уцененную купила. Но она была подороже. И к ней я носила вот такие вот сережки. Это было так красиво. Вообще. Вот прямо, знаете. Я ее обожаю на работе. Тут часто одевала. И с джинсами. Блю джинс. Босоножки. Тут такой бант. Вот эту я не выкину. Я еще, наверное, раз в два одену. Но ее надо погладить. Такая прелесть вообще. У нас еще из такой ткани есть платьишка коротенькая. Тоже нашли еще. Тоже мы его любили. Платьишка вообще вот такое. Тоже все покупали. Но эту блузу не все поняли. Потому что она мне тоже не понравилась, как она так висела. Но когда я ее одела, ее тоже надо погладить. К ней у нас еще есть юбка такая же вся. Тремя слоями. Это, кстати, в интернете тоже есть. Она очень легкая-легкая. И такая немножко греческая стиля туники. Тоже ее надо погладить. Мне тоже нравится. Вот тоже такая под вопросом. Блуза из этого шифона. Такая прозрачная. С жабо. С этой сейчас. По-моему, я еще ее оставлю. Все-таки, знаете, такие с светлыми джинсами. С вопросом, да? Туника в жиру. Я ее носила. Она мне нравилась. В общем, тоже она мне очень нравилась. Такая туника с вышивкой тут. Я смотрю, у нас тут что-то идет, не идет. Вот тоже я не знаю, как сейчас. Она, кстати, в интернете еще есть. Ее можно прекрасно в джинсы. Ее можно с шортами носить летом, со шляпкой. Все это можно. Буду ли я носить, не знаю. Я уже на нее насмотрелась и наносилась. Но она очень эффектная. Тоже не знаю. Вот это вопрос, конечно, интересный. Я получила 10-й у нее шкафу. Так что, знаете, такая, взаимная. Вот эту блузку мне не нужно. Я не знаю, что она у нас висит. Это уже никто не носит. И вы знаете, она умудрилась дожить. Цвет был классный. Я ее, конечно, убираю. Вот эту я еще оставляю. Еще, все, еще. Хотя это пижамный стиль, да. Он уже так уходит. Но мне очень нравятся эти... Эти... Как их называются? Пункты. Полька Дотс. Как это? Кружочки эти. Я уже забыла, как называется. И цвет мне нравится. Я сама, которую я купила. Она... Ее можно как курточку тоже носить. Поэтому не только завязывайте. В ней как бочка была. Как бочка. Вот. Ее можно как курточку летом носить. Вот так вот мне нравится. Я ее купила где? В Теливел. Стоила 39,99. Я ее задестила. Погодите, я вам еще не все показала. Вам сейчас надоест от этих блузок. У меня еще вот эта блуза есть. Ее тоже не эта самая розовая. Я в ней была в одном видосе. Я ее обожаю. Ну, знаете, я так растолстела. Она вот так вот завязывается бантом через все это самое на боку. Очень была классная, с запахом, красивый цвет. Но я как пополнила, да? Хотя 38-й я пополнила, я в нее не влажу. Но из-за такого красивого цвета, из-за этого я ее, наверное, еще не выброшу. Я ее, наверное, еще не выброшу. Вот этот самый, как его? Вот эту блузу, да? Вот еще я эти штаны купила полосатые. Еще вот эти тоже. То есть эти зеленые. Просто они нам так понравились. Мы купили оба с заминкой. Мы их носили хорошо. У них там вообще... Вот тут тоже пояс. Тоже длинные. Широкие, классные. Это тоже вера мода. Ну, это вот к этой блузке можно хорошо носить. Ну, и к другим. Что это? Зеленая, да? Можно совсем скомбинировать с чем хочешь. У меня еще вот такая белая блуза есть. У нее такие... Вот ее тоже блогеры все покупали. У нее вот такие пышные-пышные. Такой индийский батист тоненький. И тут красивые-красивые кнопочки. Я это тоже обожаю. Такие красивые кнопочки. И она, кстати, в интернете еще есть. Видели, я ее мерила с вещами, да, на весну. Вот я ее тоже очень люблю. Просто я не знаю как. Но уже, вот знаете, вот эти новые блузки, они как бы вытесняют. Но как же можно от этих цветов и от этого же бо распрощаться? Это же привет весна, да? Эту блузу я однозначно. Еще пока не выкину. Это размер 36-й. Не было другого. И, кстати, когда я ее купила, я ж носила 36-й. Так я даже влезла. Я вот показывала этот самый лукбук там внизу. Когда я еще не ела. Я что-то много есть стала видосов. Я много ела-ела. Сейчас есть перестала, уже есть некуда. Честно говоря. Так, у меня еще вот такая блуза есть. Сейчас ахнете. Эта блуза вот такая широченная. С такими. Это же был какой-то дизайн, которого никто не знает, да? Валькун Чиус, Анна Глова. И все это купили. И эта блузка стоила 29,90. Я же ее купила за это сама. За 5 евро, что ли. И вы знаете, она внизу на резиночке. Ее очень хорошо в джинсы заправлять. Или просто вот так наружу сделать. И что-нибудь такие сплошные шлепки. И летом, да? Мне очень нравится, что у нее тут такая застежечка. В общем, она выглядела очень хорошо. И я ее, конечно, купила, да? Вот эта вот блузка у меня от козьей марки. Козья марка это Heimat Liebe. Итальянская, я ее называю, там коза всегда нарисована. Я ее называю козьей марки. Тут кружавчики. Тут как атлас. И цена у них очень завышенная. Но я ее купила все-таки. Это самое. Ну, тоже не знаю. Вот цвет, мне цвет так понравился. Ну, вы знаете, я не знаю. Тут такое вот интересное. Это у нас такой джинсовый магазин. Там у меня от этой козьей марки. От этой итальянской. Есть два пинкового платья. Они такие классные на лето. Самые-самые воздушные платья. И тонкие. Из батиста и с вышивками. Ну, с вышивками такие. Они одноцветные. Как-нибудь покажу. Вот эта блузка я тоже. Ну, я ее оставлю. Да, но еще не знаю так толком. Вот эту я купила тоже раз. Сносила очень даже. С удовольствием. Но я в нее не влажу. И вообще она уже, наверное, не модная. Тут такие завязки. Так она мне нравилась. Вот эту я, наверное, уже убираю. Потому что я, во-первых, в нее не влезу. Уже никуда. Тут у меня еще есть блуза. Это я ее в белых блузах показывала. Это блуза тоже с запахом. И тут у нее такие плечи открытые. В общем, она вот так вот. И рукава такие. Тут она как рубаха. А сверху у нее все открыто. А здесь пошита как нормальная рубашка. И завязывается на животе. И сзади вот так вот. Резинка, да. Очень интересно. Голые плечи. Тоже надо погладить. Тоже я выкопала. В общем, ее не знаю. Еще, наверное, буду носить. Это у меня от Вера Мода. Такой тупик там. Ну, тоже такая вещь. Я не знаю, кто ее носить будет. От Вера Мода. С оборочками. В общем, это тоже такая вещь. Я не знаю, может, ее дену, может, нет. Но эта блузочка еще не выброшу. Я ее называю моя татарская блузка. Я выгляжу как татарочка. Еще так коромыслу и воду. По поводу пойду, да. И песенку спою. Татарские платья такие с оборочками, с вышивками. Такие какие-то интересные. Эта блуза, это тоже надо еще. Это все выкопано. Так, эту блузу я люблю. Это Вера Мода, да, или она? Нет, Ной Зимей. Ной Зимей. И эту блузу я купила с брюками вместе, да. Они были вместе. Тут завязочка. Я в каком-то виду. Эти брюки такие же желто-черные полоски. И тоже такие широкие и с поясом. В общем, я все это вместе купила. Эта блуза тоже. Мне так она нравилась. Ну, эти все горошки, да, вот с такими вот. Вот, тоже я ее с белыми блузами мерила в видосе. Тоже хорошо носила. Мне нравилась. Тоже под вопросом. От Писос, но что с ней? Это от Писос марка. Она такая классная, шифоновая. У нее вот такие вот эти. Ткань такая с горошками, да. Но она мне мала. Люди добрые. У нее тоже еще такого же цвета подклад есть. Это Писос, да. Она в Эске. Ну, куда я в Эске? Ну, такая классная блузка. Тоже не смогу. Толстела, люди добрые. Ну, это не для весны, но все равно иногда бывает настроение на бордо. Я ее очень хорошо люблю, ношу. Я такое же подарила своей подруге. У меня еще такие бордовые сережки с золотом. Весюлечки были. Мне так нравилось тоже. Ну, а борки все еще в моте. Мы, значит, были как две эти. Мы с Тамарой ходим парой. Это... Это боди. Боди очень красивый, с шифоном. Ну, сейчас такие плечи у меня. Как я их буду носить, не знаю. Надо худеть. С такими плечами никуда не пойдешь. Но и зиме их будет. Боди классно. Что-то вот такое одноплечевое, да, с Вейджинема топик. А это топик для лета, видите как. Еще не выкину, еще, надеюсь, буду носить. Джинсами вообще классно. Надеюсь, плечи будут в порядке. Я не знаю. Обожаю эту блузу. Мне нравится эта расцветка. Это... Я люблю цветы. Какая-то я как цыганка, да. Я ее не выброшу. Это такая моритинная от Эспри. Тут такие дырочки, оборочки. Я ее тоже хорошо носила. Полукороткий рукав на резинке. Вот такая моритинная вещь я люблю, да. Ну, к ней, например, что-нибудь такое. Вот представляете? Ой, куда это девается? Вот так вот, например. И уже все классно так, да. Это я не выкину, хотя она мала. Но это же Эсприт. В Эсприте Эска как Эмка. Носить это можно. Я же не выкину. Что с ней делать? Вопрос, конечно, интересный. Это блуза от Эсприта. Это Эсприт. И она такая вот, вот с такими огромными рукавами. Тут такие оборки. И она вся такая очень плотная. Прямо стоит коробом. Очень гладкая. Ну, я не знаю. Мне нравилась. Свежая такая. Еще не знаю. Может, одену, может, не одену. Пока не выкину, но не знаю. Потому что вот эти все блузки уже у меня все перебивают. Понимаете? Я уже все эти блузки обожаю сейчас. И эти потом будут сидеть и плакать. Веща. Я ее тоже, это самое. Это у нас ценой, да? Вот это огромное-огроменное блузище. Она так хорошо смотрится. Но когда худой. И с поясом тут. Вообще обалденно. Ее тоже все блогеры покупали. Она очень классная. Я ее поносила, когда я худенькая была. И все. Это не блузы-блузы. Но сейчас, вы знаете, вот это мне нравится. То есть сейчас тренд этот цвет. И поэтому я ее не выброшу пока. У меня ничего такого нет. Я хотела вот с такими фонариками заказать. Но проворонила. Уже все продано. Этот цвет все сейчас хватают. Поэтому я от нее выкину. У меня три вещи в таком. И тоже, не знаю. Но она мала мне, да? От H&M. Ой, нет. 38-й. Чего я вру? Мне кажется. Но она короткая. Нет, она не мала. Слава Богу. Я думала, это 36-й. Вот такая вещь. Это знаете, как я долго носила. Мне так она нравится. Тоже. Вот это я не выкину. Это вообще я вот это прям обожаю. Это еще тоже хорошее. Это от Online. Это топ. Вот такой тоже как моритильный, да? Его тоже надо тут погладить. Я его купила к этим кулотам из джинса от Esprit. Вместе, чтобы туда заправлять в тот день. Буду больше носить. Тоже она под вопросом. Красная, да? Тут такая-то самая присборенная. Вот такой рукавчик. Но я ее любила. В джинсы черные заправляла. Икра, и в голубые. В общем, и на выпуск тоже носила. Мне нравилось. Ну, года два ей. Два-три. Может, три. Еще такая блуза есть. Но я ее носить не буду. Она кружевная. Вот с такими рукавами. Эти все рукава уже, я не знаю. В общем, черные, да? Это нет. Маленькие оборочки. Тут просто рукав. Это тоже хэджинэм, да? Вот, не знаю. Иногда бывает, что нужно такое что-то для контраста. Может, еще оставится. Показала. Гляньте, что. У меня какая блуза есть обалденная. Обалденная блуза. Кстати, она есть еще в интернете. Я ее обожаю, эту блузу. Я ее, конечно, не выкину. У нее вот такие рукава с заборочками. Очень классная такая. И ткань такая стретчевая, плотная. Вообще, не знаю, как описать. Хлопок и в то же время очень плотный стретчевый. Она стоит 30, я ее купила за 9, по-моему. В общем, такая немножко цыганская, да? Но у нее такие обалденные. Вообще, цветастая же в моде. Вот эту я обожаю. Обожаю. Очень долго носила. И у меня все, она под вопросом. Прямо, знаете, я ее заносила. Это единственная вещь, которую я не выбросила. Вот такая вот. Просто туника такого цвета. Мне так цвет нравился. И туника, она такая... Ее можно на выпуск носить. Вот как вы думаете? Может, ее все-таки оставить? Цвет такой хороший. Это вещи, которые не в тренде. Ты не знаешь, что с ними делать. Я вот перед вами все перерыла, да, короче. Так. Сейчас сижу в этой кучке. Это еще шертик, который, ну, такой, да, такой. С кружевым. Но это шертик, это не блуза. Все, да? Обожаю, обожаю сумочки, мамочки. С чем джинс носить? С чем угодно. Джинс вообще можно носить с чем угодно. Кстати, вот эти сумочки тоже все, это самое. Рады, что любят-то будет. Вот эту буду тоже на лето носить. Вот эту вот. Тоже люблю. Тоже хочу. Там в этом году были такие коричневые. Она очень хорошо сделана. Мне она нравится. Вот эту вот свою сумку нашла, которую я так любила, которую я так носила, но уже носить не буду, наверное. И там я нашла еще такой мешок. Вот черный я заносила в прошлом году, а этот еще вообще не носила. И я его буду носить. Он стоил 12, а я его за 7 евро купила. Обожаю. Сетки все еще обожаю. В общем, сетки это те. Это я очень рада. От Манго. Буду с удовольствием носить. Сумка. Тут. А, это еще сумка. Вот. От Хаджинема. Тоже на лето. Там я сейчас тоже актуальна, но зачем у меня это есть? То есть я эту буду носить тоже. Буду. Это я рада. Так. Это сейчас летом тоже можно хорошо носить, потому что я ее для лета, она мне очень нравится. Но для зимы не так она не шла. Не очень. Это очень здорово. Кстати, вот с этим джинсовыми вещами можно носить любой ободочек. Да. Можно черный носить. Так вот. Можно этот носить. Тоже такой. Завшивый. С джинсом, джинсом это нейтралка, да? Что хочешь, то и про чипы. Что же, что же можно. Так. На этом добром слове, как так, в добром слове, я все свои вещи тут закончила, да? Всю эту историю. Кстати, кстати, я сегодня красилась вот таким вот карандашом. Глазки, подводки. Я тут вообще не делала теней, а просто сделала, попробовала. Я же их купила, показывала видоси. Веревал Де Луф и Риваль Луф Мэй. Кто это живет, они такие классные в Германии, в этом. Русман. На лето так здорово, такие цвета. Я так в 80-х годах красилась и одевалась. Такие цвета, вот такие джинсовые, вот эти штучки. Мне это все напоминает немножко 80-е. Ну, цветовая вещь, да? Гамма. Вот. Я сейчас все закрываю. Я вас всех люблю, я всех люблю, всех целую. Всем очень я благодарна. В общем, мою блузу все поправляю, да? Всем очень вам благодарна, что у вас терпение было со мной. Сумки все валяются в общем-то из бордей. Вот. Желаю вам всего хорошего, прекрасного лета. Я желаю вообще, чтобы вся земля очистилась, чтобы все было прекрасно, чтобы мы были, чтобы у нас все было вот новая прекрасная жизнь. Я всем этого желаю. Чтоб только добро на свете было. Люблю, целую всех. И вообще побольше позитива. Это нам дает силу. Вот вы знаете, когда мы позитивно настроены, мы прямо вот встаем, не только душой встаешь, прямо вот когда мне кому-то плохо, например, я поговорю, я вижу, как человек прямо встает. Вот прямо у него появляется сила, мотивация, он прямо встает вот так на ноги. Это или мой сын, или моя дочь, или моя подруга, или мой сосед, или бабушка в магазине, или девчонка на лавочке на улице, который такой прикорной, настроение плохое, или мне пожаловался, я поговорю, и они прямо вот так встают. Понимаете, как это на нас действует. У нас ведь там какая-то энергия, которая в нас входит, и прямо нас вот так восстанавливает. Вот поэтому я всем-всем этого желаю. Потому что мне само это тоже надо. Но когда мне никто этого не дает, то я это достаю вот из таких финтифлюшек, из книжек, из того и сего, из этого, из еды последнее время. Ой, это плохо. Много ела. Надо худеть. В общем, желаю вам всего хорошего. Любите, радуйтесь, живите, покупайте или не покупайте. Кому как. Главное, чтобы позитивно было. Ничего в жизни не заражает больше, чем смех, улыбка и хорошее настроение. Чарльз Диккенс. На этих словах я это закрываю, эту лавочку. С моими блузками.